Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разговор о гриппе, о формах протекания болезни, об ароматерапии при гриппе и о системе международной кодировки вирусов грипп. За многие годы появилось множество вариантов вирусов, поэтому возникла необходимость в систематизации для того, чтобы можно было отличить друг от друга один вирус от другого. Бангкоп, Иоганнесбург. Разные места и виды вирусов грипп. Первый обозначается тип вируса А, В или С. Второе – географическое место выделения вируса. Третье – порядковый номер, выделенного в данном году и в данной лаборатории вируса. Год выделения вируса – обозначение антигенного подтипа его. Если вирус был выделен у животного, то после указания типа вируса указывается сокращенное название животного. Изменчивость вируса гриппа известна всех. Это механизм адаптации вируса для обеспечения выживаемости. Инкубационный период при гриппе длится 1-2 дня, но иногда может доходить и до 5 дней. Если грипп протекает без осложнений, то острый период продолжается от 3 до 5 дней. И окончательное выздоровление наступает в течение 5-10 дней. Однако после гриппа часто возникает повторное инфицирование бактериями или другими вирусами из-за ослабления организма. После перенесенного гриппа в течение 2-3 недель может наблюдаться слабость, утомляемость, головная боль, раздражительность, бессонница и другие симптомы. Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции – это воздушно-капельник. Возможно, и бытовой путь, хотя он и более редкий. Вирусы переносятся по воздуху от зараженного человека к здоровому во время кашля либо чихания. Больной разбрызгивает мельчайшие частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, которая содержит большое количество вирусов гриппа. На короткий промежуток времени вокруг больного образуется зараженная зона с радиусом до 3 метров. 80% выбрасанных при этом частиц более 100 микрометров – это крупнокапельная фаза – оседают быстро. Они имеют неблагоприятное значение для людей, находящихся в непосредственной близости от больного. Если убедить больного чихать с закрытым ртом, количество выбрасанных в воздух аэрозольных частиц может быть уменьшено до 70 раз. После заражения вирусные частицы задерживаются на эпителии дыхательных путей. Обычно клетки слизистой оболочки носа, горла или респираторного тракта выметают вирусы, борясь и предотвращая таким образом инфекцию. Однако, когда частицы вируса попадают прямо в альвеолы, они обходят первоначальные защитные механизмы организма. В дыхательной системе вирусы прикрепляются к клетке при помощи гемаглютиния. Фермент нейромедаза нарушает клеточную мембрану, слизистый, и вирус проникает внутрь клетки путем клеточного включения. Вирус протекает в клеточное ядро. В клетке происходит нарушение процессов жизнедеятельности, и она сама начинает производить вирусы. Новые вирусы высвобождаются и проникают в другие клетки. Размножение вирусов протекает с феноменальной скоростью. При попадании в верхние дыхательные пути одного вируса уже через 8 часов достигает количества 103, к концу первых суток более 1000. Высочайшая скорость размножения вируса гриппа объясняет короткий инкубационный период. В дальнейшем вирус попадает в кровь и разносится по всему организму. В процессе своей жизнедеятельности вирус гриппа поражает мерцательные эпителии респираторного тракта. Физиологической функцией мерцательного эпителии является очищение дыхательных путей от пыли, бактерий и прочего. Если мерцательный эпителий разрушается, он уже не выполняет в полной мере свои функции и бактерии с большей легкостью проникают в легкие. Особенно, если сильно поражается трахея. Таким образом появляется опасность развития бактериальной суперинфекции. Например, трахеобронхита или пневмонии. А сейчас в эфире рубрика «Занимательная медицина» с Евгением Гладковым. Здравствуйте, друзья! В эфире рубрика «Занимательная медицина» с вами Евгений Гладков. Сегодня мы с вами поговорим об аромотерапии. Не зря даже в названии программы звучала эта тема. Что можно сказать об аромотерапии? Безусловно, использование эфирных масел имеет очень большую историю. Считается, что, пожалуй, первыми специалистами в области аромотерапии были у нас жители Древнего Египта. И потом использование эфирных масел, ну, скажем так, по наследству передалось и древним грекам, и другим цивилизациям. Безусловно, эфирные масла представляют очень большой интерес. Но для начала я вам хочу сказать следующее. Что если бы мы с вами попытались бы определить компонентный состав эфирных масел, Ну, вот у меня как раз несколько эфирных масел, я хочу вам продемонстрировать. Ну, даже вот здесь у нас на картинке тоже представлены эфирные масла, часть из которых, как мы видим, они почти прозрачные. Но не все эфирные масла имеют прозрачные оттенки. Некоторые из них имеют весьма разнообразные оттенки. Вот, например, ряд эфирных масел имеют такой насыщенный желтоватый оттенок. У меня еще одно эфирное масло, которое можно тоже видеть. Да, другие же, например, эфирные масла, они имеют менее такой выраженный тон. Тут можно посмотреть на эфирное масло. Вот, и есть эфирные масла, которые уже такой имеют более темный оттенок. Конечно, эфирных масел очень большое количество, и все они используются при лечении и для профилактики разных заболеваний. Компонентный состав эфирных масел от 120 до 500 компонентов. Представьте, насколько сложно вообще химическое действие эфирного масла. Ну, я вам сразу хочу сказать, даже если эфирное масло содержит где-то порядка 500 компонентов, в целом основную действующую способность эфирного масла определяет 2-3, ну, максимум 4 компонента. Но это не значит, что если вот мы сразу чисто автоматически, как химики, выделим с вами вот эти основные компоненты, что действия будут идентичными. Это раньше так считалось. Сейчас на самом деле даже незначительная какая-то примесь определенного вещества может оказывать свою влюбие. Ну, вообще с ароматерапией вообще много так достаточно противоречивого существует. Одни, например, ее рекламируют как при лечении от всех сахареван. Другие все-таки советуют относиться к ней более осторожно. Ну, вот по поводу использования эфирных масел. Вот, например, в следующей программе Ольга Николаевна вам расскажет об эфирном масле чайного тела. И мне тут хотелось бы сказать, что вот это, например, эфирное масло, это масло достаточно сильного действия. А если масло сильного действия, то все-таки нежелательно, например, использовать при беременном месте. И использовать, например, для маленьких детей. И это нужно помнить. То же самое можно сказать и о многих других эфирных маслах. Ну, действие запахов-то было замечено достаточно давно. Например, и красивые цветы, приятные ароматы, да, они оказывают различные действия на человека. Некоторые эфирные масла снимают напряжение. А другие обладают удивительными противовирусными и противобактериальными действиями. И другие эфирные масла снижают артериальное давление. А другие, наоборот, повышают. Поэтому, конечно же, каждому эфирному маслу нужно, скажем так, подходить весьма и весьма аккуратно. Ну, и я хотел бы, чтобы вы поняли, что эфирные масла все-таки, они не имеют общего с жирными маслами. То есть, например, подсолнечное масло и, например, там, оливковое масло, это все-таки совершенно другие вещи по сравнению с эфирными маслами. Но у нас с вами тема нашей программы – грипп. Так вот, давайте поговорим, все-таки, как эфирные масла воздействуют на микроорганизмы. Микробы при длительном контакте с эфирными маслами практически не вырабатывают к ним устойчивости. Ну вот, и здесь тоже, опять-таки, можно остановиться и сказать следующее. Что вот у нас создаются, например, какие-то препараты, и вот микроорганизмы, они обладают уникальной способностью. Способность в чем заключается? Они и весьма быстро адаптируются к неблагоприятным условиям. И в следующий раз данный препарат может не оказывать уже на микроорганизм никакого влияния. А вот к эфирным маслам микроорганизмы практически не привыкают. Дело в том, что эфирные масла создают для микроб неблагоприятную среду обитания, ну, в которой они практически не могут нормально развиваться и часто погибают, не приспособившись к этим новым неблагоприятным условиям. Эфирные масла улетают в жизнедеятельность различных патогенных микроорганизмов. Кроме того, ряд эфирных масел, ну, в какой-то степени даже способствуют проникновению антибиотиков в клетке человека. И благодаря этому они дают возможность снизить дозы антибиотиков при тяжелых заболеваниях. Например, если вы хотите создать такой сильный противопробный эффект, противовирусный эффект, скажем так, да, при заболеваниях гриппа, то можно смешать ряд эфирных масел, таких как лимон, лаванда, базилик. И здесь эффект будет уже достаточно неплохой. Ну, если мы говорим об использовании эфирных масел для лечения бронхолегочных заболеваний, то это вопрос достаточно интересный. Эфирные масла, которые можно использовать в спектрах, весьма большие. Это и различные хвойные растения, эфирные масла сосны, гели, выживельные, шалфейное масло, лавандовое масло. Они обладают седативным, антисептическим и противовоспалительными свойствами. И в принципе их можно использовать в комплексном лечении хронических бронхитов и пфукмоней. Часто у нас рекомендуют, например, для аромалампы использовать композиционную смесь. Ну, к примеру, такая смесь из эфирных масел мяты, шалфея, лимонной полыни, лаванда будет способствовать повышению функциональной активности респираторной системы лёгких. А, к примеру, при эпидемии гриппа, когда, например, может одновременно циркулировать несколько видов и типов возбудителей, считается, что тоже использование эфирных масел в профилактике очень эффективно. Иногда используют и сочетание эфирных масел с комплексными лекарственными препаратами. И здесь, опять-таки, количество используемых эфирных масел тоже весьма обширно. Это и ряд хвойных, ель, сосна и так далее. Это также используют и лимонную полынь, и розмарин, и базилик. И всё это позволяет справиться с гриппом. Но, считается, при аромапрофилактике стимулируется выработка в организме интерферона, который тормозит размножение вируса и усиливает иммунный ответ организма. И вот таким образом, фактически, аромапрофилактика у нас несёт в себе достаточно значительный потенциал за счёт стимуляции образования интерферона. И, фактически, она повышает общую сопротивляемость организма к вирусу гриппа. Существует вообще, вот если даже посмотреть ряд научных работ, то ароматерапию достаточно широко используют. Ну, и здесь, опять-таки, если мы хотим говорить о профилактике гриппа и ОРЗ, то здесь, конечно, можно использовать эфирные масла ряда цитрусовых, в первую очередь это лимон и апельсин, опять-таки, те же самые хвойные, лаванда и удивительное масло чайного дерева, которое вообще считается одним из самых лучших средств как и для профилактики, так и для лечения заболеваний гриппа. Кроме того, вот если говорить об экспериментах, которые проводились, то их было немало. И вообще было показано, что если человек, например, использует для профилактики ряд эфирных масел, которые используются для профилактики лечения гриппа, мы с вами выяснили, что их достаточно большого количества, то часто, например, даже если человек и заболеет, а шанс у него заболеть становится меньше, то, скажем так, само, если он все-таки заболел, то само течение болезни все-таки становится более мягким. И количество, например, дней, в которых человек болеет, оно сокращается. В некоторых случаях от 1,5 до 2,8 раз. Но здесь я хочу сразу вам отметить, это не значит, что вот мы сейчас все бросаем и используем эфирные масла. Нет. Во-первых, нужно помнить о том, что у каждого эфирного масла есть определенные противопоказания, и их необходимо учить. Причем не обязательно это просто непереносимость или там беременность. Нет, бывают и другие противопоказания. Например, ряд эфирных масел способны повысить артериальное давление, другие, наоборот, понизить и так далее. Поэтому прежде чем использовать их, убедитесь в том, что они вам не повредят. И, конечно же, не надо, как делают некоторые, сразу в большом количестве, например, в ванну добавлять там по 15-20 капель. Ничего, кроме вреда, вы не получите. С эфирными маслами действует такое правило, лучше меньше. Можно начать, например, даже в ту же самую ванну, одну-две капли добавить эфирного масла и посмотреть, какая будет реакция на организм. То же самое, например, и в аромалампу. Не надо начинать сразу с больших доз, потому что эфирные масла могут вызвать и аллергию. Ну, конечно, если мы говорим об эфирных маслах, то мы вот уже с вами в одной из следующих программ поговорим об эфирном масле эвкалипта. Эвкалипт входит в состав многих различных лекарственных препаратов, которые используются для профилактики простуды и гриппа, или даже и для лечения. Ну, и, безусловно, еще есть одно, скажем так, эфирное масло, у нас на слайде появилась роза. Роза у нас это королева цветов. Так вот, эфирное масло роза также обладает, скажем так, неплохим действием. Она обладает противовирусным действием при гриппе. Хотя, может быть, и не таким сильным, например, как и больно. Ну, и, когда мы говорим про эфирные масла, я еще раз хочу повторить, используйте их, пожалуйста, аккуратно. Ну, а если вот говорить об... безусловно, если вы используете только эфирные масла, то действие не будет таким сильным. Поэтому, конечно, если говорить о лечении гриппа, то здесь, безусловно, нужно использовать совместно с другими лекарственными препаратами. И тогда, конечно же, эффективность ароматерапии значительно возрастет. Ну, и еще одно мне тоже к вам пожелание – быть все-таки весьма и весьма аккуратными при использовании эфирных масел вовнутрь. Здесь существует, кроме плюсов, и большое количество минусов. Потому что все-таки эфирные масла – это весьма сильно действующее, обладает весьма сильным биологически активным действием. Поэтому в использовании внутрь я бы все-таки не рекомендовал использовать эфирное масло. Ну, а на сегодня моя рубрика подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Тяжесть гриппа зависит от многих факторов. Возраста, общего состояния здоровья, от того, контактировал ли больной с данным типом вируса ранее. В зависимости от этого у больного может развиться одна из четырех форм гриппа – легкая, средне-тяжелая, тяжелая или гипертоксическая. Симптомы, их сила зависит от тяжести заболевания. При легкой форме гриппа температура тела может быть нормальной или не выше 38 градусов. Симптомы инфекционной эготоксичности слабо выражены. В случае средне-тяжелой формы гриппа температура может достигать 39,5 градусов по Цельсию и отмечаются классические симптомы заболевания. Обильное потоотделение, слабость, головная боль, гиперемия мягкого неба и задней стенки глотки, гиперемия конъюнктив, сухой, реже влажный, болезненный кашель, боль за грудиной, сухость слизистой оболочки, полости носа и глотки. Могут отмечаться и боли в животе. То, что известно под названием желудочный грипп, вызывается совсем не вирусный грипп. Диарея отмечается в редких случаях, а как правило, служит признаком других антифекций. В некоторых случаях возможен синдром сегментарного поражения лёгких. Это динамично нарастающая лёгочно-сердечная недостаточность с типичной сегментарной тенью в одном из лёгких. При благоприятном исходе клиника рентгенологические изменения разрешаются практически бесследно в течение последующих 2-3 дней. При гипертоксической форме возможен отёк лёгких. Это серьёзное осложнение. Обычно заканчивающийся этот отёк геморрагической пневмонией. При развитии тяжёлой формы гриппа температура тела поднимается выше 40 градусов. И кроме симптомов, характерных для средне-тяжёлой формы гриппа, появляются признаки энцефалопатии, такие как судорожные припадки, психотические состояния, галлюцинации, сосудистые расстройства, такие как носовые кровотечения могут быть и рвоты. При гипертоксической форме гриппа возникает серьёзная опасность летального исхода, особенно для больных из групп риска. При этой форме возможна энцефалопатия в сочетании с геморрагическим расстройством у детей. Объединяют термином нейротоксикоза. Это наиболее частая причина летального исхода при тяжёлом течении гриппа у детей. Возникновение отёчного геморрагического синдрома, развитие дыхательной недостаточности вплоть до отёка лёгких. Все эти симптомы обусловлены повышенной проницаемостью сосудистой стенки и нарушением микроциркуляции. В следующий раз мы поговорим об осложнении гриппа и аптечном гриппе. На сегодня мы передачу заканчиваем. Всего доброго. До свидания.